Здравствуйте, дорогие друзья! В этом уроке мы вспомним разменный вариант славянской защиты и рассмотрим ловушку, которая может возникнуть в этом начале. Затем будет дано домашнее задание по тактике и рассмотрены ответы на домашнее задание предыдущего урока. Начнём! Славянская защита характеризуется следующими ходами Д4, Д5, С4. Этот ход является наиболее активным и одновременно наиболее опасным для чёрных. Белые атаковали чёрную пешку Д5, и чёрным надо решать, как на это реагировать. Ответ чёрных – С6. В чём заключаются основные идеи славянской защиты? Чёрные поставили пешку в центр, укрепили её ходом С7, С6 и при удобном случае готовы развить слона С8. Также при случае они готовы взять пешку на С4 и потом её удерживать ходом Б7, Б5. Если белые будут играть Е2, Е3, защищая свою пешку С4, то тогда слон С1 окажется в пассивной позиции. В этом случае чёрные могут в удобный момент, дождавшись хода слона Ф1, побить пешку на С4 и после ответного взятия слон бьёт на С4 с темпом осуществить продвижение Б7, Б5 и затем быстро развить свой ферзевый фланг. СД, СД. Произошёл размен в центре. Конь С3, конь Ф6, слон Ф4. Белые выводят слона и стараются предупредить острый ход Е7, Е5. Конь С6, Е3, А6. Чёрные не хотят уступать более Б5 и готовят продвижение Б7, Б5. Слон Д3, слон Ж4, конь Ж на Е2. Здесь также возможен ответ Ф3. Е6, рокировка, слон Д6. В этой позиции игра равна. Ну а теперь мы перейдём непосредственно к ловушке. которая возникает на четвёртом, то есть не на четвёртом ходу, она возникает в разменной варианте слоянской защиты. Итак, Д4, Д5, С4, С6, СД, СД, конь С3. Здесь чёрные могут ответить. Е6, конь Ф3, конь Ф6 идёт развитие, слон Ж5, слон Б4, Е3, ферзь А5. Кажется, что чёрные оказывают очень сильное давление на коня С3. Ну, соответственно, белые его защищают. Ферзь Б3, конь Е4, продолжая давление, ладья С1, опять защищая коня С3, слон Д7. Этот ход как раз и рассчитан на ошибку белых. И в данном случае они как могут ошибиться? Сыграть, например, слон Д3. Ну, и завершающий ход, слон А4, ферзь пойман. Вот таким образом белые могут попасть в ловушку. Не попасть в эту ловушку можно было бы ходом, на 10-м ходу, вместо хода слон Д3, сыграть А2, А3. И тогда бы борьба продолжалась. Домашнее задание. В домашнем задании 1 ход белых. Найдите комбинацию. В домашнем задании 2 ход белых. Найдите комбинацию. Домашнее задание номер 3. Ход черных. Найдите комбинацию. В четвертом домашнем задании ход белых. Также найдите комбинацию. И домашнее задание номер 5. Ход белых. Найдите комбинацию. Ответы вы сможете посмотреть в уроке номер 9. А теперь ответы на домашнее задание урока номер 7. В первом домашнем задании необходимо было после хода cd и после ответа черных конь бьет на d5 найти правильный ответ. Итак, правильный ответ. Конь бьет на e6. Мнимая жертва, потому что белые тут же отыгрывают свою фигуру. Каким образом? Фе. Ферзь бьет на e6. Шах. Король h8. Конь бьет на d5. Слон бьет на d5. Ферзь бьет на e7. И у черных большие проблемы. Белые имеют преимущество. И к тому же вторгаются на седьмую горизонталь. В следующем домашнем задании необходимо было после ходов f5 найти выигрыш после хода ферзь g5. Итак, ответ. Конь бьет на f7. Форсированный вариант. Король бьет на f7. Ферзь бьет на h7. Шах. Король f8. Слон d6. Шах. Ладья e7. f6. Слон бьет на d4. Шах. Король h1. Слон бьет на f6. Слон бьет на e7. Шах. Король e8. Слон под связкой был. И слон бьет на f6. Белые выигрывают. В домашнем задании номер 3 урока 7. Необходимо было найти комбинацию при ходе белых. Итак, белые играют. Конь бьет на f6. Шах. gf. Конь бьет на e5. d e. Ферзь бьет на g4. С преимуществом. В домашнем задании 4. Ход черных. Необходимо было найти комбинацию. Итак, конь e бьет на f3. gf. Ферзь бьет на g1. Шах. Ладья бьет на g1. Ладья бьет на g1. Шах. Король бьет на g1. И конь бьет на f3. Двойной удар. И черные выигрывают. Домашнее задание номер 5. Ход черных. Найдите комбинацию. Ответ. Конь e1. Шах. Перекрытие. Король g1. Ферзь h1. Шах. Завлечение. Король должен пойти обратно на поле h1. Король бьет на h1. Ладья f1. Шах. Ферзь g1. Слон c6. Шах. Ладья g2. И слон бьет на g2. Мат. На этом все. Смотрите наши следующие уроки. Решайте задание. До встречи.